В ноябре прошлого года известный инсайдер Viewer Anon, имеющий солидный послужной список, сообщил, что The Last of Us Part 3 находится в производстве. Эта новость вселила в поклонников игры большие надежды. Но учитывая недавнюю шумиху вокруг нового, хорошо принятого сериала HBO, создатель Нилл Дракман заявил, что они приступят к работе над третьей частью только в случае, если у них будет достаточно хороший сюжет. Портал The Leak со ссылкой на собственные источники сообщил, что работа над проектом уже ведется. Разработчиком является Naughty Dog, при этом игра относится к категории игр для PlayStation 5 и в перспективе для PlayStation 6. Релиз на PlayStation 6 может быть обусловлен одной простой причиной. Разработка трипл-игры может занять до 4 лет, в то время как поколение консоли длится около 5 лет. Если Sony пометила игру как игра для PlayStation 6, это может означать, что игра будет выпущена в конце жизненного цикла PlayStation 5 с улучшенной версией для последующей консоли, подобно тому, как был выпущен оригинал. Но на этот раз подготовленные для консоли следующего поколения. И еще одна новость из стана Naughty Dog. Похоже, разработчики уже начали готовиться к продвижению своей следующей игры. Команда собирается начать рекламную кампанию для сетевого спин-оффа The Last of Us. Студия опубликовала новый список вакансий, который прямо намекает на скорый выпуск трейлеров, геймплейных кадров и других рекламных роликов по The Last of Us Factions. Согласно сообщению на официальном сайте Naughty Dog, команда разработчиков находится в поисках редактора для трейлеров. Данная специальность предполагает непосредственную работу с уже готовым проектом, который должен выйти в ближайшем будущем. В описании к вакансии не указывается название игры, но очевидно имеется в виду работа над анонсированной The Last of Us Factions. Примечательно, что в перечне обязанностей редактора трейлеров входит создание трейлеров, маркетинговых материалов для однопользовательского и многопользовательского режимов с использованием игровых кадров и внутренних студийных видео. The Last of Us Factions создается для ПК и консоли PlayStation, однако не имеет даже примерной даты выхода. Несмотря на получение положительных отзывов в целом, ПК-версия Hogwarts Legacy уже успела получить порцию критики в свой адрес из-за скачущего FPS, отсутствия NPC и плохо проработанного окружения. Таких проблем не было замечено на PlayStation или Xbox, так что это фишки именно ПК-версии. Игра получила 85 баллов на Metacritic, но в нескольких обзорах были отмечены проблемы с производительностью, особенно в версии для ПК. Так, PC Games N в своем обзоре сообщил, что частота кадров в секунду падает ниже 20 FPS в определенных зонах и скачет около 40 в оживленных сценах. Рецензент NME поделился своим опытом и рассказал, что частота кадров в принципе нестабильна, что сильно мешает боевой системе, а также плохо отражается на диалогах. Пока что эти проблемы с производительностью характерны исключительно для ПК-версии и не были замечены на консолях. Некоторые критики приравнивают Hogwarts Legacy к недавнему провалу в производительности Callisto Protocol и ставят игру про волшебников в один... Сак и Панч ищет специалистов по мультиплееру, что может намекать на появление такого режима в Ghost of Tsushima 2, или другой игре, разрабатываемой в PlayStation Studios. Действительно, прямое продолжение превосходного экшена с открытым миром от третьего лица в феодальном японском сеттинге так и не было анонсировано Sony. Но это вполне возможно, учитывая успех первой главы даже по сравнению с другими играми той же команды. Это вполне может означать, что команда работает над Ghost of Tsushima 2. Если связать некоторые объявления о вакансиях с этим фактом, то приходит на ум, что следующая глава может содержать мультиплеер, поскольку объявления, о которых идет речь, касаются в частности старшего дизайнера мультиплеерных миссий и старшего системного дизайнера мультиплеера. Конечно, это может быть совсем другая игра, поскольку внутренние планы Сак и Панч пока неизвестны. Исторически, команда известна серией Infamous, и нельзя исключать, что на этом этапе также может появиться что-то новое. Ролевая игра Fable, разрабатываемая Playground Games для Xbox, в настоящее время находится в играбельном состоянии. Согласно профилю LinkedIn продюсера Playground Games Виджа и Гилла, грядущая перезагрузка Fable от студии в настоящее время находится в пригодном для игры состоянии. В своем профиле Гилл утверждает, что он готовит и обеспечивает регулярное прохождение игры, а также проводит обзоры сборки с ключевыми заинтересованными сторонами. Ранее стало известно, что Fable по-прежнему использует собственный движок студии, и любые слухи о смене движка не имеют под собой оснований. Слух о смене движка для Fable от Playground Games появился в интернете некоторое время назад. Согласно слухам, Fable была перезагружена внутри студии, поскольку последняя сборка игры была признана неиграбельной большей частью команды разработчиков. В результате студия якобы решила перезапустить разработку на движке Unreal Engine. Однако этот слух не основан на реальности, и тому есть доказательства. Объявление о вакансии дизайнера уровней, размещенное Playground Games, позже показало, что студия по-прежнему использует свой собственный движок ForzaTech. Судя по объявлению, новый сотрудник будет создавать локации, которые будут соответствовать ведению проекта, используя собственный движок студии. Тем временем на LinkedIn быстрый поиск людей в Turn 10 Studios по ключевому слову Fable показал, что несколько сотрудников Turn 10 работают над ForzaTech для Fable, и у них есть общее оборудование для движка с Playground Games. После внезапного переноса даты выхода Amnesia The Bunker, изданию DualShockers удалось поговорить с креативным руководителем Frictional Games Фредериком Олсоном и узнать новые подробности о хорроре. По его словам, фанатов серии Amnesia ждет самая страшная часть, в которой будет представлен новый вид страха. Как отметил Фредерик Олсен, студия Frictional Games во время каждой разработки новой части Amnesia практически никогда не оглядывается назад. В продолжение команда стремится предоставить игрокам новые впечатления и не боится экспериментировать с каждым элементом. Предстоящая Amnesia The Bunker в этом плане не стала исключением, где будет представлен осязаемый вид страха. Разработчики Amnesia The Bunker называют его осязаемым из-за того, что игроки будут чувствовать страх, а не созерцать. В новом хорроре решили отказаться от механики с уровнем рассудка и вообще избавиться от пользовательского интерфейса. Главное напряжение в игре будет создавать генератор, расположенный в центре бункера. Именно он поддерживает электричество во всем комплексе, и геймерам придется следить за его состоянием и уровнем топлива, если не хотят оказаться в полной темноте. Теперь игроки не смогут слишком долго прятаться от опасности в шкафу и должны будут грамотно распределять время на поиск нужного решения для дальнейшего прохождения. Данная задумка, по мнению творческого руководителя, должна усиливать чувство страха от преследуемой атмосферы ужаса в амнезе «Де Бункер». Выход игры состоится 16 мая на ПК и консолях. В Steam стала доступна демо-версия пиратского экшена «Corsars Legacy», в которой игрокам доступны морские бои и абордаж. Ее выпустили в рамках фестиваля «Играм быть», во время которого разработчики делятся пробными версиями своих тайтлов. Главная цель выпуска демо «Corsars Legacy» — желание авторов получить обратную связь от аудитории о механиках. Команда планирует учесть критику и исправить замечания к запуску игры. Все пользователи, заполнившие форму обратной связи в демо, получат цифровой бонус в полной версии за активное участие в разработке. Пробную версию «Corsars Legacy» уже можно загрузить на страницы игры в Steam. В будущем авторы также планируют выпустить бесплатный пролог экшена, в котором будет больше контента. Релиз «Corsars Legacy» назначен на 2023 год. Ubisoft ищет специалистов по визуальным эффектам для участия в ремейке первого приключения Сама Фишера. Среди профессионалов, которых ищет канадское издание Ubisoft, есть специалисты по визуальным эффектам, заинтересованные в престижной роли ведущего художника VFX для разработки ремейка Splinter Cell на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series XS. В сообщении, сопровождающем этот новый раунд найма, руководство Ubisoft Торонто не скрывает, что они усердно работают над ремейком Splinter Cell. Мы собираем команду, которая оглядывается на эту серию со страстью, уважением и решимостью. Команда Ubisoft Торонто также уточняет, что это уникальная возможность стать частью такой важной франшизы, внести свой вклад в реализацию ремейка, который сможет предложить игрокам графический опыт следующего поколения и модернизированный стелс-геймплей, сохранив при этом то, что всегда представляла собой серия Splinter Cell. Недавно компания Gorilla Games подтвердила, что, несмотря на утечки, она работает над самостоятельной многопользовательской кооперативной игрой во вселенной Horizon. Предположительно, до официального представления игры пройдет еще некоторое время. Однако объявление о вакансии, возможно, раскрывает некоторые подробности о платформах, на которых она выйдет. Gorilla недавно опубликовала объявление о вакансии на должность сценариста многопользовательской игры Horizon, что позволяет предположить, что студия также планирует выпустить игру для мобильных устройств. В объявлении, в качестве одного из требований к соискателям, упоминается следующее. По крайней мере, одна выпущена мобильная или инди-игра с большим объемом повествования или не менее одного года работы в ААА-студии. Это не обязательно конкретное доказательство того, что игра будет выпущена для мобильных устройств, но учитывая планы Sony по расширению мобильного гейминга и, предположительно, живой сервисный характер кооперативной игры Horizon, не будет удивительным, если компания выпустит игру на дополнительные платформы. В марте прошлого года две семьи в США попытались подать в суд на Nintendo из-за проблемы с люфтом Joy-Con на их Switch. Оказалось, что юридически покупатели не могут этого сделать, хотя Nintendo предлагает бесплатный гарантийный ремонт. Тогда смекнув, эти семьи в лице родителей решили оформить иск через своих детей, как выяснилось, с целью немного навариться. Nintendo, разумеется, выиграла судебный процесс благодаря лицензионному соглашению с конечным пользователем Switch, которое, внимание, запрещает владельцу продукта подавать в суд на компанию. Родители, видимо, посчитали, что если возраст детей не достиг совершеннолетия, то это значит, что они не могут быть связаны лицензионным соглашением. Однако суд решил, что владельцами консоли являются сами родители, тем самым обеспечив победу Nintendo. Подавать в суд на одну из самых успешных компаний в мире, где, вероятно, на готове армии юристов, не самое разумное решение. Учитывая историю агрессивного преследования Nintendo всех тех, кто использовал нелегально их лицензионный контент, потребовались бы веские аргументы и отличный юрист, чтобы выиграть судебную тяжбу против компании. В ноябре 2022 года разработчики Diablo 4 дали интервью прессе блогерам. На этой неделе блогер Force Gaming опубликовал видео, в котором рассказал подробности общения с авторами ARPG. В ролике он рассказал о нескольких механиках, подземельях и PvP. На полях ненависти будут доступны PvP-битвы. Каждый игрок будет знать, где они находятся, чтобы случайно не зайти в них. На полях ненависти можно заработать особую валюту. Её можно очистить через алтарь Мефисто. Она отличается от неочищенной тем, что навсегда привязывается к персонажам. На релизе будет лишь два поля ненависти, расположенные в разных частях карты. У каждого будут большие локации. По словам авторов, игроки не смогут фармить противников в одном и том же месте, например, проходе. В игре будут кошмарные подземелья. Ключи и символ кошмара для них добываются из разных мест после прохождения сюжетной кампании. По мнению участников закрытого бета-тестирования, кошмарные подземелья — смесь великих порталов из Diablo 3 и карты из Path of Exile. Их уровень будет постепенно увеличиваться, а уровень монстров в какой-то момент станет выше уровня игрока. Также в таких подземельях будут случайно негативные и положительные эффекты, которые влияют на персонажа и качество награды. Адский натиск — система в духе областей ужаса из Diablo 2 Resurrected. Этой механике будет подвержена случайная часть мира на 1 час. Она увеличит число монстров и вызовет погодные эффекты или катаклизмы, например, падение метеоритов. Встретить Адский натиск можно на третьем уровне мира или выше. Во время него игроки встретят в локациях элитных врагов. При их убийстве может выпасть уникальная валюта Зола, позволяющая открыть сундуки в локациях с Адским натиском. Если персонаж золой погибнет, то она останется на его месте, пока игрок не подберет ее. Механика «Шепот мертвецов» будет автоматически активирована после прохождения кампании. Выполняя ее условия, персонаж получит опыт, золото или мрачные дары. Накопив 10 даров, можно сдать их у шепчущего дерева и получить сундук с опытом и добычей. Игрок сможет выбрать один из трех случайных типов предметов в сундуке. Dead Island 2 уже не за горами, и рейтинг SRB подтвердил, что игроки могут ожидать появления в игре таких основных элементов серии, как необычное оружие и интенсивное кровопролитие. Dead Island 2 ждали долго. Игра находилась в разработке с 2012 года, и несколько раз переходила из рук в руки, пока, наконец, не попала к одной из внутренних команд Deep Silver, Dembuster Studios. Dead Island 2 получила рейтинг M от SRB за кровь и кровотечение, насыщенное насилие, ругательство и использование наркотиков. Создается впечатление, что разработчики взяли список вещей, которые могут присвоить их игре рейтинг M, и отнеслись к нему как к контрольному списку. В аннотации к рейтингу содержится более подробная информация о том, почему игра получила такую оценку. Описывается геймплей Dead Island 2 и приводятся некоторые примеры. Например, использование необычного оружия, такого как автомобильные аккумуляторы для убийства зомби, а также массовые брызги крови, расчлененка и даже примеры непристойных диалогов. Материнская компания Rockstar Games Take-Two Interactive признала, что Red Dead Redemption 2 продолжает продаваться лучше, чем издатель предполагал. В рамках презентации квартальной прибыли за третий квартал 2023 года Take-Two Interactive сообщила, что ковбойская игра была продана общим тиражом 50 миллионов копий, в результате чего продажи всей серии достигли 70 миллионов. Более поздней победой стал Steam, где Red Dead Redemption 2, как сообщается, стала самой продаваемой игрой за квартал и третий за 2022 год. «Мы были довольны результатами продаж Red Dead Redemption 2, которые превзошли наши ожидания, чему способствовали успешные праздничные акции и мероприятия», сказал генеральный директор Take-Two Штраус Зельник. Capcom десексуализировала Эшли в ремейке Resident Evil 4. В отличие от оригинала, в ремейке нельзя будет заглянуть ей под юбку. А причина, по которой это будет нельзя сделать, проста. Современная Эшли попросту не носит юбку. Вместо нее она носит шорты, похожие на юбку, что заметили глазастые фанаты серии. И что интересно, в рекламном постере ремейка Эшли изображена в юбке, хотя в самой игре она в ней не ходит. В интернете мнения людей касательно данного изменения разделились. Одни ему рады, а другие обвинили Capcom в лицемерии. Ибо делать Леона менее сексуальным в ремейке они не стали, так как в нем он все так же ходит всю игру в обтягивающей футболке и светит своим накачанным телом на весь экран. Напомню, что в оригинальной Resident Evil 4 игрок в роли Леона мог заглянуть Эшли под юбку и увидеть ее трусики, на что она моментально среагировала и назвала Леона «извращенцем». Очевидно, в ремейке такого забавного момента между двумя героями мы, судя по всему, не увидим. Согласно информации GamesRadar, игровой журналист Лиам Робертсон пообщался с разработчиками Hogwarts Legacy и выяснил, что они сами недовольны добавлением в игру транс-персонажа. Источник Робертсона назвал данного персонажа перформативным дерьмом. Другими словами, начальство просто приказало добавить его в игру. Согласно источникам другого журналиста, Джима Стерлинга, трансгендерного персонажа, очень характерного для 19 века, добавили просто для того, чтобы увести разговоры в сторону о Джоан Роулинг, и сам персонаж едва присутствует в игре. А на этом у нас все. И теперь самое время переместиться в комментарии и поделиться вашим мнением об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok